Доброго времени суток, зрителям и гостям нашего канала. С вами Росси, вы находитесь на роли гейм онлайн и это рубрика и ностальжи. Сегодня мы с вами поиграем в Star Wars Battlefront 2. Ребята, ну я не мог просто пройти мимо этой игры, игра 2005 года, но это действительно, по моему мнению, самая, хотя я в новой не играл, самая крутецкая серия из Battlefront, то есть как бы часть. На то время, блин, это просто фурор. После первой части, возможности играть за джедаи, джедаи убиваемые, битвы в космосе, то есть, ну просто бомбезно. Сейчас мы с вами проходим первую, первую миссию в компании, мы штурмуем этих тупых дроидов, скажем так, сейчас мы, короче, а я не могу, зараза, нет, ну не тупые, видите, они подбегают, что-то они за стола. Вот, ну и, короче, сейчас нам надо взять точку, после точки продвинуться дальше вглубь, захватить генератор по заданию. В общем, да, 2005 года, создатели игры, если я не ошибаюсь, или Electronic, или LucasArts, кто-то из них занимался сием творением, но, да, действительно, на то время, да и сейчас, я считаю, жалко, что она, конечно, была в плане мультиплеера и вообще, потому что уже она морально устарела. Но на то время, я считаю, это просто была инновация, ребята, просто инновация. Когда с друзьями можно было отлично порубить, как бы, и сейчас, к сожалению, никто не хочет в нее играть, потому что сейчас повыходили всякие хипстерские крутые игры, типа, там, Battlefront новый вышел, там, Grafcon, Grafen, все дела. Типа, там, всякие, вот, постоянно попадаю на видео, которое там рассказывается, ну, там, типа, электроники ввели какие-то там лутбоксы, короче, какие-то там микроплатежи. Ну, в общем, испоганили, испоганили игру, как только могли, хотя я не играл, и понятно, что она более будет классной. Ну, а сейчас мы с вами играем все-таки в классику, наверное, скажем так. К сожалению, я вам сейчас показывал именно наземную битву, а когда битва происходит в космосе, мы два трейсера, как бы, наш и чужой, можно, короче, полностью на этот трейсер залететь, именно сделать там диверсию, можно брать истребителей, перехватчики и воевать именно в космосе. Сейчас вы видите, кстати, мы играем с вами за джедая, то есть это тоже было новшество, скажем так, в Баттлфронте после первого Баттлфронта, потому что там джедаи были неубиваемы, то есть если там Дарт Вейдер ходил, раздавался моплюх, то он раздавал оплюх, и его нельзя не было никак убить, и тем более нельзя было на него поиграть. Представляете, это в то время, когда только вышел второй Баттлфронт, то есть ты мог взять Дарта Вейдера и как бы ходить так, и дышать, как бы, и всех, как бы, пугать, убивать, ну, блять, это реально было классно, ребят, извините, если что, будет проскакивать мат, но просто действительно там такое впечатление. Сейчас мы, короче, за джедая, походу, всю карточку тут и пройдем. Блин, ты смотри, он под люком не хочет запрыгивать, ладно, сейчас накопим немножко энергии. Так, пацаны, спокойно, я свой. Оп, нам нужно разбить этот коллектор. Чик-чик-чик-чик. Видите, джедаям играть как бы одно удовольствие. Пацаны, конечно, ждут. Наверное, хотят меня гопнуть. Оп. Вот, и как бы, по моему мнению, это вообще отличная серия игр. Из Баттлфронта еще есть разные джедаи-кадемии. Тоже в свое время, если я до нее дойду, там, можно было устраивать дуэли. Ты себе кастомизировал полностью персонажа, выбирал какие-то звездные, точнее, какие-то световые мечи хочешь, какого цвета, одинарные, двойные, там, в двух руках, по мячу, там, и так далее. Ну, в общем, действительно, были толковые игры из серии звездных войн, и я постараюсь обязательно их все, как бы, так сказать, осветлить, что ли. Опа, дроиды к нам прилетели, мы с ними быстренько разобрались. Так, давайте делаем рывочек, рывочек, рывочек. Нам надо добежать до корабля. Где корабль? Вот он, прилетают. Все, выполнили мы задание. В общем-то, так как я, в принципе, являюсь, ну, небольшим фанатом, но все-таки фанатом звездных войн, я, если вы, конечно же, не против, конечно же, ребята, если вы не против, я обязательно поиграю еще в другие игры в серии звездных войн, и мы с вами их будем смотреть, и будем, как бы, делиться мнениями. Я надеюсь, вы все-таки будете опять проявлять активность в комментариях, а не молчать. Пишите, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось это видео и понравилась эта игра, вы тоже ее помните. Если хотите, давайте вместе пройдем ее на стриме. Завоюем галактику за империю, потому что республика была переименована в первую межгалактическую империю для блага и стабильности общества. С вами был Росси. Спасибо, что вы смотрели это видео. До скорых встреч и обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok